Что-то какой-то дорогой тут соленый лосось, икра и, конечно же, шпроты. Дом Чернодава. Солнце порадовало нас. Ваня, не надо тут злоупотреблять около церкви. Бог тебя накажет. Смотрите, это православный кафедральный собор. Мы идем в старый город. Было холодно, но стало потеплее. Может быть, градусов 6 уже тепла. Очень симпатичный город. Очень много зелени, много деревьев. Красивые деревья. И тупорезы на дорогах. Может быть, сегодня мы встретим Раймонда Паулса или Лайму Вайкуля. И они споют для нас и сыграют. Да, она там на доме, да? Железная история. Спасибо. Спасибо. Магазин, с которого мы сейчас пришли, называется Gift Shop El Core. Находится он напротив вот такой вот стеллы. Меня вообще поразила Рига таким большим количеством садов, деревьев, кустарников, травы, водоемов, фонтанов. И ни в одном видео, я еще пока на ютубе не видела, что кто-то показывает сады. Все показывают старый город, старый город, ледо, ледо. А вот где надо гулять. В красоте в такой. Ваня, ты как всегда вовремя. Ах, верный Саш, ах, верный Саш, какой портрет, какой пейзаж. Люди просто сзади идут толпой, орут вообще. Жесть. Преследуют нас. Продолжение следует... Хука-поэйс... Тут же делают татуировки... Здравствуйте, Мистер Броненосец... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Рига... Супер... Очень красивый город... Тут так много всяких чагирей... Тут очень интересно... Ходить по этим ушкам... И изобретать... Во всякие интересные красивые места... Например... Вот здесь... Видно кусочек... Архитектуры... Дома Черноголовых... Как будто бы задняя двора... И стоит... Дележка... Слушай... Пошли дальше туда... Смотри... События из жизни какие-то... Бедный волк... На нем женщина с топором... Тут... Повар готовит... Какие-то лепёхи... Тут... Женщина... Стефи читает... Под музыку... Вау... Ребята... Где мы? Вау... Потрясающе... Очень красивые чагиря... Тут такое... Прям... Средневековье... Пахнет... Инквизицией... Как я люблю... Пойдем дальше... Вообще... Такой старый дом... Капец... Тут... Кстати... В центре... Много заброшенных домов... Это... Очень странно... Хотя... В принципе... 90%... Отреставрировано... И... В идеальном состоянии... Минуты... Пора... Рассказывать новости... Женщина... К нам подошла... И спросила... На русском ли мы... Мы... Оказались на русском... Она... Сказала нам... Что днем... До 4 часов... С 11... Во всех кафе скидки... А утром... И вечером... Цены обыкновенные... Поэтому в обед... Покушать можно гораздо дешевле... Чем... Например... Вечером... Или утром... Еще мы видели группу... Протестантов... Из 4 человек... О! Черная кошка... Перебежала нам дорогу... Которые ходят... И... С табличками... И с транспарантами... Против абортов... И очень грустно... У них были лица... Наверное... Не знаю... Из-за абортов... Или из-за того, что на улице... Наверное... Плюс 2 градуса... Короче... Мы за полторы минуты... Узнали кучу информации... От доброй женщины... Вот... Ой... Кошка срет... Накакает... Ваня... Смотрите... Как там... А почему накакает тут? Я не понимаю... Ну накакать захотела резко... Вообще столько потрясающих событий... За 10 минут... Произошло... Сумасшедшая женщина... Кошка... Которая сидит... Ганит посреди дороги... О! Тут реконструкция башни... Слушай... Такая здоровая башня... Мы уже третий раз говорим про дом Черноголовых... И даже не знаю, где он вообще находится... Тут этих башен просто дохренища... Дома все-таки красивые... И вообще Рига претендует на звание... Красивовейшего города в Европе... У меня после Швеции... Да... Потому что Таллинн... Мне кажется, не такой красивый... Мне не показалось Таллинн каким-то там... Очень классным... А вот от Риги я не ожидала таких сюрпризов... Рига гораздо лучше, чем я ее представляла... Поэтому... Риги респектоз... И респектоз людям, что они все шпрехают на русском языке... Приезжайте в Ригу, в Рюгу... И будьте довольны... Вот... Ну, в принципе, погода терпимая... Ветра, дождя нет... Так что октябрь это супер... Я знала, что итальянцы хитрожопые... Но то, что у них такие огромные скидки... Но тут ничего удивительного нет... Очень приятный круг мы сделали... Теперь будем делать круг с другой стороны... Возможно, увидим... Дом Черноголовых... И знаменитый памятник бремских музыкантов... От которого вообще меня уже затошнило на YouTube... Я хочу что-нибудь новенького... Как второй попытки мы попали к дому Черноголовых... Ура! Вот так это выглядит... С нашей стороны... Вот так выглядит... Дума Рижская... Ну, я, кстати, видела здесь места и посимпатичней... Мне кажется... Ну, или потому что я много раз это уже увидела... На видео меня оно уже не цепляет... Но там прикольно, что там наверху много всяких... Флюгеров... Рыбки... Птички... Какие-то котики... Крестики... Симпатично... Симпатично... Тут реконструкция... Там реконструкция... Конечно, башня... Она... Впечатляет... Не надо нам экскурсия... Дайте мы сами посмотрим... Мы разберемся как-нибудь... Блин, я не знаю... На камере кажется, что такая маленькая штуковинка... Она такая огромная-то башня... И мы когда приехали, когда было туманно и облачно... Верхушку вообще не было видно... Она была полностью в облаках... Очень высокая... Тут очень... Очень... Очень красиво... Тут все такое огромное... Средневековое... Кирпичное... Цветное... Брущачатое... Огромные окна... Огромные шпили... Петушки... Рестораны... Рижский бальзам... Не знаю... Что еще... Много сувенирных лавок... Отовсюду... Доносится... Разная... Музыка... Которая... Так и манит... И манит... Зайти... В магазин... Что-нибудь купить... И зайти в кафе... Что-нибудь покушать... В общем... Я присваиваю... Риге... Звание... Советского... Ну... Или... Постсоветского... Стокгольма... Тут... Очень... Большой... Красивый... Старый... Город... Центр... Города... Большой... Есть... Чем... Заняться... Есть... Что... Попробовать... Недорого... Покушать... Вот... И... Это... Традиционно... Самое... Главное... Достопримечательность... Которую... Больше всего... Любят... Русские... Бременские... Бременские... Музыканты... Ну... Высоко... Да... Надо все потереть... Ветер... Паду... Да уж... Конечно... Вы... Поняли... Погода! Полыц... Оу! Попробуй... Найдем сюда! Это... Вот так состоялась наша прогулка Небольшая по Риге Сейчас мы идем в большой торговый центр Который находится Около авто и ЖД вокзала Тут кинотеатр Большой Стокман Надеемся найти сейчас Какой-нибудь большой фудкорт И супермаркет Мы как обычно в санкционке Нашли тут сыр, который похож на Свеколку С майонезом Ого Смотрите, какие тут Крылышки, ножки О, рыбка Запеканочки всякие Это мы сейчас находимся в Стокмане Но тут очень большой выбор И большая, огромная кулинария Здесь можно прям Взять и десерты, и горячие салаты Первое, второе Здесь можно даже взять Упаковку роллов Поесть, ребята Сколько роллов стоит? Ну вот упаковочка с тунцом стоит 7 Блин, а с авокадо 3,20 Ну это что-то, мне кажется, это дорого Тут есть какие-то типа геодзы Ваня, смотри Пельмени Пельмени Вот так, в общем Много всякой разной еды Много-много-много всего Рыбеша моя любимая Рыбка копченая Килограмм стоит 96 евро Офигеть просто Французская Типа Колбасочки Вообще Копчености тут целая грань Тут такие запахи Что Я просто хочу тут ходить И нюхать, нюхать Мы целый круг прошли Вернулись в той же колбасе С которой мы начинали Блин Столько всего эклеров Тут видов, наверное, только штук 40 Тортики Пироженки Большой хлебобулочный отдел А вот и вокзал А вот и мы Мы идем в Макдональдс За кофе Ура Мы купили билеты в аэропорт Киоски Нарвесен Их нужно провальдовать в автобусе Вот здесь же остановка находится Мы ждем автобус номер 22 Вот так И вот табло, на котором написано Что 22 автобус придет через 5 минут Вот пинки Вот пинки Вот ты Брейн 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 Какой-то памятник Брейн 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 Б chocolate Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Тут показывают Бобслей Я люблю Бобслей Гуляем дальше Смотрите, тут какая-то контора у них наверху, диспетчерская Субтитры сделал DimaTorzok И тут я забыла, что у меня выключен звук! Ура! Меня этот аэропорт добивает Во-первых, тут убили медведя Во-вторых, тут вода стоит полтора евро О, господи, и очереди по два часа на контроле Поэтому, если вы хотите вылететь с этого аэропорта У него нужно за шесть часов до вылета приезжать Вау! Эл-гэ! Я и так с тобой иду? Давайте посмотрим про мед Уже про поздно Да хоть про что У меня телефон, блин, не передает качество кипящей воды К сожалению Но это просто эмэйзинг И это не реклама Здравствуйте, здравствуйте! Расскажите, как вам летать с Ryanair! Потом, потом Эээ, стой! Ура! Бергамо, Бергамо! Смотрите, какой итальянский срач Бумажки валяются везде О-хо-хо! И мы нам сейчас тусоваться Часа четыре, пять или шесть У нас следующий самолет Только в шесть утра Мы не спим вторые сутки У меня уже плохо от обезвоживания О-о-о, смотри, итальянская грязь Хе-хе Окошка разжирела до таких масштабов Тут всякие артефакты Правда, ничего не работает, конечно Полу-двенадцатого ночи Ну, хоть что-то увидим О-о, блин! Там такая выпечка, да? Типа Уже осталось полтора часа Нет, это то, что там вот Я знаю, куда-то как спина боится Спина жесть болит, вообще Ну, я бы поменял кучу Три